Здравствуйте! Добро пожаловать на программу «Весть Карачао-Черкесия». События пятницы в репортажах наших респондентов. Главные новости. Карачао-Черкесия перешагнула барьер 8 тысяч человек. Заболевших COVID-19, министр Казим Шаманов рассказала в целом о ситуации выздоровевших и госпитализированных. Ужесточить меры уголовной ответственности за незаконное производство лекарственных средств и медицинских изделий С такой инициативой вышли депутаты парламента Карачао-Черкесии. Пунктуальность, качество и гарантия выполненных работ – залог успеха. Однажды выбрав эту благородную профессию, дорожники делают жизнь людей комфортнее. Дети знакомятся с удивительным миром музыки, красоты и гармонии. Педагоги центров ДОП образования считают, что в их силах вырастет нравственно здоровое поколение. КОВИД-19 продолжает наступать. Эпидемиологическую ситуацию в республике Вестям прокомментировал сегодня министр здравоохранения Карачао-Черкесии Казим Шаманов. К вечеру этого дня госпитализировано 60 человек, а выписано 32 пациента. По словам Казима Шаманова, Карачао-Черкесия перешагнула барьер в 8 тысяч человек, заболевших новой коронавирусной инфекцией с начала пандемии. Всего выздоровели более 6 тысяч. Ситуацию министр называет сложной. В среднем за сутки выявляется около 80 заболевших, а это примерно 800 человек за 10 дней. И эти показатели в любой момент могут вырасти. И медицина не может прогнозировать, с чем человечество столкнется завтра. Поэтому работники здравоохранения убедительно просят жителей Карачао-Черкесии быть предельно осторожными и соблюдать простые требования, которые сегодня стоят перед населением. Носить маски, соблюдать социальную дистанцию и избегать массового скопления людей. На сегодняшний день уже какая-то часть населения переболела. Небольшая, но иммунная прослойка у нас есть. Есть достаточно, как сказать, действенные препараты для лечения Карачао-Черкесии. На то, что они не помогают при коронавирусе. Все это нам дает возможность на сегодняшний день учиться жить с коронавирусом. Как говорят все наши коллеги и ученые мужа, он никуда не уйдет. Нам надо просто научиться с ним жить. А научиться жить, это, конечно, уже прошло время беззаботное, когда мы могли обниматься, целоваться с друг другом при встрече на улице. Маски, личная гигиена, социальная дистанция. Вот те три послата, которые мы слышим каждый день. И с экранов телевизоров, и с радиоточек, и друг от друга, и в сетях публичных. Везде, везде, везде пропаганда здорового образа жизни. Пропаганда личной гигиены, пропаганда защиты себя и окружающих. Вот это сейчас, наверное, превалирует везде, в средствах массовой информации. И это правильно. Интервью с министром здравоохранения Аказимом Шамановым смотрите в информационной программе «Вести Карачао-Черкесия» в понедельник 14.30. Республика вышла с инициативой на конференции парламентской ассоциации ужесточить меры уголовной ответственности за незаконное производство лекарственных средств и медицинских изделий, а также производство, реализацию и ввоз на территорию России фальсифицированных лекарств и БАДов. Автор инициативы – представитель комитета парламента Карачао-Черкесии по здравоохранению и социальной политике Хасан Хубиев. Обращаясь к коллегам по ассоциации, он подчеркнул, что этот вопрос особенно важен сейчас, в период пандемии. Люди доверчивы, особенно старшие покорения, которым предлагают купить препараты от вируса. Такие лекарства не помогут, да еще и навредят, ответил Хасан Хубиев. В это воскресенье свой профессиональный праздник отметят работники дорожного хозяйства. До 2024 года в Карачао-Черкесии в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автодороги» будет приведено в нормативное техническое состояние около 140 километров автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения. Продолжается реконструкция дороги федерального значения. В преддверии Дня дорожника наша съемочная группа отправилась на один из участков федеральной трассы возле поселка Иркин-Шахар, где в эти дни кипит работа. Репортаж Альбины Ламковой. Вся дорожная инфраструктура на глазах автомобилистов и пешеходов из года в год меняется к лучшему. И все это благодаря опыту и мастерству дорожных работников. В этой отрасли задействовано около 75 миллионов человек по всей России. Владимир Пыжов из соседнего края, Краснодарского. Дорожному хозяйству он посвятил 40 лет. После окончания Кубанского политехнического института успел отремонтировать более 300 километров дорожного полотна. Рабочие поездки для Владимира Петровича – дело привычное. Но как бы далеко не находился он от дома, всегда думает о детях и особенно о внуках. Они понимают, что дедушка делает, старается для них и для всех таких же внучаток, как у меня. Задача наша – оставлять что-то хорошее после себя. Правильно? Мы выбрали эту профессию, чтобы строить. Поэтому строим. Стараемся, чтобы она оставалась у людей теплая, добрая слова. У дорожников трудовые будни начинаются, как говорится, ни свет ни заря. 12-часовой рабочий день. Работа сложная и посменная. Сдав вахту и набравшись сил, вновь приступаешь к любимому делу. Дорога словно лента жизни. И тоже хочется видеть ее бесконечной и красивой. А для этого нужно приложить немало сил. Бывает и в знойные летние дни, когда градус превышает норму, ремонт ведется ночью, признаются дорожники. Для того, чтобы выполнять всю нашу работу качественно и в срок, мы выходим тогда, когда это нужно на работу. Мы не смотрим на погоду, мы не смотрим на все. Если какое-то ЧП происходит на участке, нас не остановить. Мы всегда выполняем свою работу. Артем Захарьянц не так давно занимается ремонтом дорог. В 2015 году начинал инженером-геодезистом. За его плечами уже 70 километров дорожного полотна отремонтировано. И это, конечно, не предел. На этом участке днем и ночью работы кипят. Дорожники должны успеть сдать объект в срок. А иначе нельзя. Пунктуальность, качество и гарантия выполненных работ – залог успеха. Еще есть одно очень важное условие для повышения прочности и долговечности полотна. Это новые технологии дорожного строительства. Они предусматривают применение специальных материалов. На объекте проводимых работ предусмотрена вся необходимая техника. Соблюдаются все меры безопасности. Выставляются предупредительные знаки, что ведется ремонт дорожного полотна. Сплоченный дружный коллектив в любую погоду трудится для того, чтобы дорога была комфортной. Для того, чтобы получить максимальное качество, ровность дорог, мы применяем все силы, которые только имеются в нашей возможности. Все современные технологии новшества, то есть адаптивная система 3D. И просто человеческий фактор исключается абсолютно для того, чтобы сделать максимально ровные дороги. Людей этой сложной, но необходимой профессии объединяет одно – безопасность участников дорожного движения. Александр Васильев большую часть своей жизни находится за рулем. И он уже оценил отрезок от ремонтированной дороги. Ребята открыли уже примерно 2 километра, наверное, дороги. Там идеальное покрытие, просто мне очень нравится. Еду, кайфую даже, можно сказать, улыбаюсь. Вообще и для машины прекрасно, и нам, водителям, это тоже очень хорошо, так скажем. У дорожников выходные праздник. Что вы можете пожелать? Ой, желаю успеха вообще во всех начинаниях, чтобы все дороги строились. И вообще, удачи по жизни всем и каждому дорожнику. Альбина Ламкова, Мухаммеда Шибоков, 200, Карачаево, Черкесия. Время прогноза погоды – слово нашим синоптикам. Ветер южный 4,9 метра в секунду. Температура ночью 6,11, днём 23,28. А в горах ночью до плюс 6, а днём до плюс 20. В большинстве районов высокая пожароопасность. В Черкесии без осадков. Ветер южный 4,9 метра в секунду. Температура ночью 8,10, днём 25,27 градусов тепла. Мега дешевизна в магазине «Ветские меха». Только до 31 октября. Норка за 37 тысяч рублей. ТЦ «Панорама». Первый этаж. Рядом с магазином «Магнит». Всё, что вас радует, обязательно будет. С кредитом наличными в Минбанке. Возьмите кредит до 2 миллионов рублей по ставке 6,9% годовых. Оставьте заявку на сайте минбанк.ру или приходите в офис «Московский индустриальный банк». Это «Большие вести» в прямом эфире. Мы продолжаем. Как вырастить нравственно здоровое поколение? Трудно переоценить в этом деле роль центров дополнительного образования. При Кубанском районе таковым является детская музыкальная школа, расположенная в поселке Ударный. Гордостью школы называют детский музыкальный театр. А её выпускники работают в ведущих коллективах страны. Познакомилась с работой школы и наша съёмочная группа. Мурат Джанкёсов подробнее. В 71 году прошлого века на границе Ставропольского края и Карачаева-Черкесии в посёлке Ударный распахнула свои двери детская музыкальная школа, ставшая культурным центром посёлка Безмалова вот уже 50 лет. Сегодня учащиеся занимаются в уютных светлых кабинетах, количество которых увеличилось с двух до пяти. Все кабинеты оснащены современной видео, аудио и акустической аппаратурой, микрофонами, синтезатором, расширились фонотека и библиотека. Дружный педагогический состав школы всегда открыт для творческого и профессионального общения. Они окружили душевным теплом учащихся, знакомят с удивительным миром музыки, красоты и гармонии. Для детей я считаю, что это воспитание нравственное. Через музыку можно научить ребёнка патриотизму. В то же время это вовлечение детей в творчество. Это мы отчасти уберегаем детей от плохих поступков, потому что дети заняты, дети занимаются творчеством. Но и в то же время наша задача ещё и подготовить себе смену, чтобы были педагоги, преподаватели, которые далее продолжат нашу работу. Воспитанники музыкальной школы принимают самое активное участие во всевозможных музыкальных конкурсах не только в республике, но и далеко за её пределами. Результаты выступлений бывают разными, но даже неудачи вызывают у учеников дополнительный импульс для самосовершенствования. В этом им помогают влюблённые в своё дело, преданные своей профессии, талантливые педагоги. Я уже больше 30 лет, 35 лет работаю преподавателем по музыке и, в общем-то, испытываю очень большое удовольствие от вот этого процесса обучения, творчества и, как сказать, всё время как будто воодушевление и сказки постоянные. Вот. При всех трудностях. Великий композитор Дмитрий Шостакович говорил, что любителями и знатоками музыки не рождаются, а становятся. Именно поэтому главная задача педагогов Ударнинской музыкальной школы научить детей чувствовать и понимать музыку, которая станет основой для дальнейшего здорового интеллектуального развития ребёнка. Мурат Чантьюзов, Мухаммед Ашебоков. Вести Карачаева, Черкесия. Прикубанский район. Главные вести Карачаева, Черкесия продолжатся полезными вестями завтра утром. И вот что в субботу в 8 часов будут обсуждать Светлана Шаганова и Руслан Куркмазов. Сегодня мы расскажем о том, как Хюрем обрела своё счастье в Карачаево-Черкесии. А ещё мы нашли доказательства, что мы живём гораздо лучше, чем об этом говорим. Доллар и евро сейчас стали первой необходимостью для жителей Карачаева-Черкесии. И не надо ходить везде, искать, где дешевле, где дороже. Можно сходить в Московский индустриальный банк, где очень симпатичные курсы. В Карачаево-Черкесии такого ещё не было. Российский часовой завод НИКО представил в республике всю свою коллекцию золотых и серебряных часов. Серебряные часы стоят от 9 тысяч рублей, золотые – от 28 тысяч. Но в Карачаево-Черкесию привезли и множество часов стоимостью, как отличный автомобиль. А для гурманов дорогих часов есть даже часы с мусульманским паспортом. Такая халяльность нынче стоит 234 тысячи рублей. До новых волнующих встреч! Пока-пока! Такой была пятница в Карачаево-Черкесии. Приятных вам выходных и ждите везде! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова